Жалкая замена литературы. С Дмитрием Бакуровым. Почему нельзя написать книгу о современной России? А где погони? А где перестрелки? А где супружеские измены? А где мордобой? Ничего этого нет. Вампир был главным культурным героем нулевых. А в десятые годы уже главным культурным героем стал зомби. Твоё представление о русском национальном характере. Пусть нами руководят, да пусть у нас всё украдут, а нам ничего не надо. Если бы ты оказался во власти, у тебя есть какой-то проект действий? Я не могу идти во власть, потому что я слишком быстро проворуюсь. А что бы ты сделал? Не знаю, в первую очередь объявил бы свободу. Дети реализуют наши тайные мечты. Я вообще со своими мечтами к своим близким не лезу. А я лежу. Я не разбойник и не апостол. Да! Вы оцените красоту игры. Лёш, во-первых, я рад тебя видеть. Я с большим интересом и рискнул даже сказать с любопытством прочёл «Тени Тевтонов». И там самым для меня важным оказался диалог Володи с Клеховским. Всё-таки история – это борьба классов или борьба Бога с дьяволом? Сам ты как скажешь? Я скажу так, что писатели для каждого своего романа выбирают свою концепцию истории. А что такое история, ведь на самом деле никто не знает. То есть вульгарная общенародная концепция история – это воля царей, герцогов, генсеков, президентов и так далее. Есть религиозная теория, что история – это воля Бога. Как Бог захотел, так и случилось. Есть концепция Толстого, что история – это роевое движение народа. Да, равнодействующий миллион. Да, есть концепция Гумилёва, что история – это всплески пассионарности. Есть концепция Докинза, что история – это борьба информационных комплексов, мемплексов. Есть концепция Фоменко и Носовского, что никакой истории нет, а есть огромный фейк. А есть сокращение дробей. Да. Ну и в зависимости от того, что мне надо, я и беру, обращаюсь к той или иной концепции. Я же не историк, я писатель, и моя задача – не оправдывать или опровергать ту или иную концепцию, а использовать ее для своих корыстных целей. Но в этом романе твоя концепция все-таки, что это игра Бога условно. Ну, в принципе, да. Скажем так, моя концепция совпадает с концепцией главного героя, хотя я, как человек, ее не разделяю. Но в данном случае мне надо было использовать именно так. Но ты действительно думаешь, что движение назад – это движение к дьяволу, а движение вперед – движение к Богу? Вот сейчас это важно сказать. Упрощенно говоря, да. Вот если генерализовать всю ситуацию, то это так. Потому что Бог – создатель, а дьявол – не создатель. Дьявол – повторить. Да, дьявол только умеет повторять и копировать. Поэтому, если мы копируем и движемся назад, то мы движемся к дьяволу. То есть, таким словом, если мы можем повторить, если брать… Да, да. Что мне еще показалось важным? Неожиданно вы вдвоем с Акуниным написали синхронно два важных концептуальных романа, он «Трезориум» и вот этот, где действие происходит в 45-м году в Восточной Пруссии. С чем это связано? Ну, с чем это связано Акунина, я не знаю. Я не читал, даже не знал, что он такой роман написал. А сейчас… У вас даже в одном городе это происходит. Да? В Пилау, что ли? Ну, да. Ну, рядом. У него Бреслава, у тебя Пилау. По соседству. Не совсем. По соседству. Бреслав – это Вроцлав, это уже Польша, по-моему, или Чехия. Сейчас это уже Вроцлав. Ты в Пилау ездил, да? По соседству-то это очень, так, растяжимо. Ну, разумеется, я ездил в Пилау. А у меня это связано с тем, что я географически влюбчивый человек. Вот я попадаю на какую-нибудь территорию, я в нее влюбляюсь. Мне хочется об этом написать. Вот я попал в Калининградскую область, а потом я еще ездил по Северной Польше, и мне там страшно понравилось, и мне захотелось сделать сюжет на основе их истории. Ну, точнее, на истории Тевтонского ордена, потому что и Северная Польша, и Калининградская область – это исторические территории Тевтонского ордена в Восточной Пруссии. Кто такие Тевтоны в твоем понимании? В моем понимании или в понимании моего романа? Ну, давай романа. Ну, ты же не совсем вышел из романа. Роман в декабре подписан к печати, следовательно, ты еще в нем. Ну, как сказать, я уже его полгода назад дописал, я уже давно пишу новый роман, так что я уже не в Тевтонах. Тевтоны вообще – это языческое племя в Северной Европе, там, германское, которое там в свое время остановило продвижение римлян и так далее. Немцы Тевтонского ордена провозгласили этих самых Тевтонов своими историческими предтечами. Вот у меня в романе Тевтоны по сути никакой роли не играют, но рыцари Тевтонского ордена считают, что те рыцари, которые убиты мечом Легуэт и воскресли в виде непобедимых воинов, они стали вот такими древними Тевтонами. Там сказано напрямую, что выиграть эту войну мог только Советский Союз, и Польше приходится с этим смириться. Почему только Советский Союз мог выиграть эту войну? Я абсолютно уверен, что Америка тоже ее не выиграла бы, например. Ну, как-то не хочется пускаться в такие исторические рассуждения и умопостроения, но мне кажется, здесь априори понятно, что только Советский Союз. А как это мотивировать? Ну, знаешь, мы можем говорить об истории в плане предположений, но это как-то глупо. Ну да, Америка могла вместе с Британией приплющить Германию, замириться с ней, потому что все равно и Америка, и Британия отделены морями и чувствовали себя в сравнительной безопасности. Но это такие построения, которые ни к чему. Да это не в плане построения. Что такого было в Советском Союзе, что он был непобедим? Вот в чем проблема. Мощь народа, мощь природных ресурсов, мощь власти тоталитарной, которая могла мобилизовать любые ресурсы на достижение своей цели. Ни Америка, ни Британия этого сделать не могли. Ну, а ты знаешь, для меня самая болезненная тема все-таки то, что Советский Союз был гораздо лучше нынешней России, во всем случае как проект. У тебя нет ощущения, что ко многому надо вернуться? Ко многому? Возможно, да. Но не ко всему. Нет, ну я понимаю, что любое возвращение – это путь к дьяволу, это понятно. Ну, дело, знаешь, не в пути к дьяволу, а дело в том, что ведь Советских Союзов было много. Я имею в виду с 70-х годов. Ну, тем не менее, пусть с 70-х годов. Был Советский Союз – это солнечная страна нашего с тобой детства. Да. В котором все было прекрасно. И папа с мамой были молодыми. Был Советский Союз как социальное государство, которое хотя бы на низовом, базовом уровне обеспечивало защиту прав, правопорядок, спокойствие для своих граждан. Вот. И к этому Советскому Союзу как к социальному государству не мешало бы вернуться. Ну, не к Советскому Союзу, а, скажем так, к его социальным достижениям. А был Советский Союз как машина тоталитарного подавления, как идеологическая машина. И такой Советский Союз нам нафиг не нужен. Вот к такому мы и вернулись. Мы вернулись к нему, безусловно. Вопрос, бывает ли иначе? Я думаю, что да. Где? Ну, например, в Европе. Например, в США. А у тебя нет ощущения, что сейчас это очень модная тема, что Европа вымирает, стареет, гниет и так далее? У меня абсолютно нет такого ощущения. Я, конечно, не интегрирован в европейскую жизнь вот так вот уж совсем мощно. Но сколько я не ездил, сколько я не смотрел и сколько я не жил там, нет у меня никакого ощущения вымирания. Ну, разумеется, в Европе есть свои проблемы, есть огромные проблемы. Но можно быть спокойными, что она свои проблемы решит. И от вымирания в Европе очень далеко. Во всяком случае, мы к вымиранию гораздо ближе. Ты принципиально не говоришь о политике. Это изменилось или осталось? То есть лучше не трогать? Немножко изменяется, потому что и жизнь сама изменяется. Поэтому, если угодно, ну давай поговорим. Трогает жизнь, грубо говоря. Да, да, конечно. Кстати, вот вопрос от наших друзей из авиасейлс. Это такой, знаете, есть сервис по поиску дешевых авиабилетов. Если не Россия, то где жить? Для меня такого вопроса вообще не стоит. Я могу себе позволить жить, где хочу. Я могу жить в Екатеринбурге, могу жить в Москве, могу жить в Калининграде. В Перми. В Тобольске. Могу и в Перми жить. Это же вопрос денег. Я могу жить в Манчестере, могу жить в Куэнке, в Испании. Могу, понятно. А предпочитаешь ты где? А я предпочитаю менять место жительства. Поскольку я очень географически зависимый человек, для меня важно, где я живу. Географически зависимый – это как? То есть тебе пейзаж важен или что? Нет. Мне важна вообще вся та культурно-бытовая среда, которая сосредотачивается в том или ином месте. Вот если я сейчас, например, пишу про бронепароходы, про речной флот, я стараюсь жить поближе к большим рекам, точнее, к Волге. То есть мне, например, в Нижнем Новгороде нравится. А когда я писал «Тени тевтонов», я предпочитал Европу, Польшу. А у тебя, как я понимаю, сейчас действие происходит в 18-м году. В 18-м и 19-м, да. Название уже есть у этого романа? Бронепароходы. Бронепароходы. А почему нельзя написать книгу о современной России? Вот я много раз убеждался – нельзя это сделать. Это большой разговор, на самом деле. Я тоже считаю, что книгу о современной жизни написать не то, чтобы нельзя, но очень трудно. Вот, например, Сальникову это удалось. Вот, но тем не менее. Дело в том, на мой взгляд, что сейчас наша жизнь ушла в онлайн. Что все происходит там. Там мы знакомимся, там мы расстаемся, там мы влюбляемся, ссоримся, ненавидим, мстим, восхваляем и так далее. Но в этом нет драматургии. Лично мне интересно, чтобы была драматургия, а драматургии в этом нет. Я помню, я разговаривал с одним продюсером, и он мне говорил, что сейчас очень трудно снимать детективы на современном материале, потому что не происходит ничего. Весь фильм на экране ходят люди и разговаривают по сотовым телефонам, а в конце фильма на кого-то надевают наручники. А где погони? А где перестрелки? А где супружеские измены? А где мордобой? Ничего этого нет. То есть современная жизнь, она потеряла драматургию действия. Вот поэтому и сложно писать. Точнее, поэтому о современной жизни приходится писать всегда через какие-то фильтры. Чаще всего это фильтр автотекста. То есть я описываю свою личную бытовую жизнь. И через это выхожу на какие-то общезначимые вещи, если получается, разумеется. Вот другой фильтр – это жанровая литература. Третий фильтр – историческая. Если не считать историю жанровой литературой. Ну вот, собственно говоря, и всё. Супер, ты меня сейчас навёл на замечательную мысль. Можно сделать роман в двух планах. В одном – бурная красивая любовная история. В другой – одинокий чмошник, у которого ничего не получилось. И потом выясняется, что то второе – это его виртуальный образ. Это его жизнь в сети. Понимаешь, там у него и девушка, и секс, и погоня, и всё. А в жизни вот это. Но это мы узнаём в последней главе. Это могло бы получиться довольно забавно. А самое смешное было бы, если бы он ещё и премьер. Понимаешь, вот тогда можно было бы всю российскую жизнь развернуть. Это было бы очень круто. Это здоровская идея, но отчасти её уже в своё время воплотил Лукьяненко. В романе «Лабиринт отражений» не читал? Читал. Её и Пелевин воплотил. Вот в «Принце Госплана», где принца у него приключаются, здесь он работает в Госплане. Но здесь, понимаешь, можно было бы именно любовную линию. У них она совершенно отсутствует. Вот если бы безумно красивая любовь в интернете, безумный секс, который потом окажется виртуальным. Ты говоришь, что жизнь меняется. То есть у тебя тоже есть ощущение, что всё стало определённей, жёстней? Есть, да, есть. В связи с чем? Так, Господи, в связи с тем, что вокруг происходит, в связи с этими завинчиваниями гаек, в связи с этой дурацкой идеологией, которая со всех сторон валится, в связи с каким-то общим остервенением, непонятно почему, в связи с тем, что ничего не получается делать, в связи с тем, что приходят новые технологии и новые формы социальной организации людей, которые оказываются параллельны государству. А если государство не будет в них интегрировано, оно проиграет гонку за будущее, соревнования за будущее, и просто кажется никому не нужным. Друзья, практически каждый из нас хоть раз покупал автомобиль с пробегом, в том числе и я. При поиске я пользуюсь «Авито», так как там большой ассортимент машин. А ещё потому, что можно проверить историю авто через автотеку. Проект «Авито», который помогает быстро и удобно проверить историю автомобиля по множественным базам. Вот, например, находим объявление «БМВ», вторая серия 2017 года, один владелец. Опускаемся ниже, видим отчёт от автотеки, нажимаем кнопку «Купить полный отчёт» и проверяем машину. Здесь мы видим, ограничений не обнаружено, один владелец ДТП не было, один раз размещалось на «Авито». Смотрим историю эксплуатации, видим, что техобслуживание проводилось, и видим, что до 11 сентября было 10 тысяч пробега, а 26 сентября на ТО уже 20+. Но, вероятно, на автомойке просто не вникали, а вот на техобслуживание уже все показатели сняли. Далее в отчёте видим, что пробег реальный. Автотека позволяет быстро проверить машину и принять решение, звонить ли продавцу и договариваться об осмотре автомобиля, или поискать другой вариант. Сервис «Автотека» от «Авито» очень прост в использовании. Результаты проверки из разных баз собраны в едином отчёте. Это экономия и денег, и времени, что всегда немаловажно. А главное, перед выездом на осмотр можно подготовиться должным образом и сразу проверить и понять проблемные места и заранее попросить у продавца скидку. И что очень важно в сегодняшнее время, найти и проверить машину можно бесконтактно. Но вот вечный вопрос, как долго может ещё продолжаться, это параллельная жизнь. Многие же считают, что Россия может законсервироваться в таком состоянии хоть на 100 лет, ресурсов хватит. Ты знаешь, можно прогнозировать как угодно. Все прогнозы на данный момент окажутся в равной степени и закономерными, и правомерными. Но мне кажется, если, например, ничего не изменится до 2036 года, а то и далее, то процесс будет происходить в двух направлениях. То есть традиционная социальная жизнь будет стагнировать и деградировать, а настоящая реальная жизнь будет происходить в онлайне и благодаря онлайну. Сейчас же примерно это и происходит. То есть наиболее успешные компании, это компании, которые работают в онлайне, и в принципе они уже не зависят ни от налогового законодательства, ни от правового и юридического законодательства страны. Да и даже в культуре все наиболее интересные события уже так или иначе связаны с онлайном. Там производится контент для кино, там новинки литературы предъявляются, появляются новые форматы типа аудиосериалов и так далее. Но если всех пересадят, то онлайновая жизнь будет под большим вопросом. Ну да, конечно, конечно. Ее просто не будет. Будет тюремная какая-то внутренняя связь. Или тюремный онлайн. Как тоже хороший вариант на самом деле такой. Как говорил Барон Мюнхгаузен, будем перестукиваться? Вот. Глубокий внутренний интернет. Понимаешь, тюремный. Это мог быть вечер в хату. Вечер в хату ру. Вот это могло быть интересно. А почему в России страх тюрьмы такая сильная скрепа? Почему все так ее боятся? И почему она определяет всю мораль, грубо говоря? Ответ очень простой. Потому что в России ужасные тюрьмы. Уж лучше в ад попасть, чем в российскую тюрьму. Да, совершенно верно. Вот и все. А почему это так? Потому что нечем больше удержать? Ну, отчасти и это... Ну, тюрьма – это такая квинтэссенция всей русской жизни. А ужасность российской тюрьмы, мне кажется, не объясняется какой-то одной причиной. Вот у нас так принято, чтобы тюрьма была пыткой. Ну, то есть самая главная русская книга – это «Архипелаг ГУЛАГ», в общем. Или «Остров Сахалин». Ну, я бы не стал так обобщать. Но одной из важнейших книг… Значительной книг. Безусловно, да. Лёш, а феномен интересного – вот эта самая темная область литературоведения. Что человеку интересно? Быстрая смена событий, интересно про него, интересно про смерть, интересно про приятное. Что цепляет читателям? Я затрудняюсь сказать и затрудняюсь обобщать, но в данном случае я, наверное, придерживаюсь мнения Станислава Лема, который говорил в романе «Солярис», что в космосе мы не ищем другую жизнь. Мы ищем зеркало, в которое отражаемся мы сами. Это, наверное, касается не только космоса, а вообще всего. То есть везде мы ищем зеркало. То есть человеку интересно он сам? Да. Если зеркало какое-нибудь кривое, если изображение в нем смешное, то тогда это вдвойне интереснее. Мы же должны поговорить два слова о сериале «Пищеблок». Ты писал сам сценарий? Нет, нет. А по «Пищеблоку» как сделать сценарий? Это же маленькая вещь, но какой там сериал? Я уже посмотрел три серии этого сериала. Мне страшно понравилось. Сериал не совсем такой, как роман, но он классный. Он такой психоделический. Вот там вполне хватает событий на сериал. Проблема в том, как рассказывать. Вот там рассказывается так, что событий достаточно. Вот вопрос. Ты в пионерлагерях бывал, естественно. А когда ты писал «Пищеблок», ты ведь явно задумывался о том, какое будущее ждет этих детей после 80-го года? Да. Что с ними будет в 85-м, условно говоря, с этими героями? В 85-м? Да. Ну, 85-е от 80-го еще не особенно отличается. Ну, кое-что уже поехало. Кстати, в 80-м уже этими переменами веяло вполне. Я хорошо это помню. Ну, может быть, в Москве, но в Самаре, где происходит действие. Ну, а что будет с этими детьми? Тебе не кажется, что придут вампиры гораздо хуже? Да, безусловно. Там же суть в чем? Что вампиры всегда интегрируются в какую-нибудь идеологию. Что идеология сама по себе не хороша и не плоха. Вот она становится плохой тогда, когда она тоталитарная. Поэтому в тоталитарном формате коммунизм превращается в террор, либерализм превращается в беспредел, христианство превращается в инквизицию, ислам превращается в джихад и так далее. То есть в любую идеологию в тоталитарном формате обязательно пролезают какие-нибудь вампиры. Вот, и разумеется, в 90-е годы, когда у нас стала тоталитарная либеральная идеология, в нее тоже пролезли вампиры. А что такое вампиры? Вампир – это эгоист. Это человек, который живет только ради себя, не считаясь с благополучием ближнего. Ну и я считаю, что мой герой Валерка все-таки избавится от своего вампирства. Я там в романе оставил несколько зацепок, чтобы дать проницательному читателю надежду, что главный герой не будет вампиром. А сами по себе вампиры никуда не исчезнут, и они будут продолжать жить и даже процветать. А как это получилось, что одновременно Лукьяненко, ты, Пелевин написали вампирские сети? Это «Сумерки» на вас на всех повлияли, что ли? Ну, слушай, Дима, это не одновременно. Одно дело в начале нулевых, другое дело в десятые годы. Я об этом могу порассуждать достаточно длинно. Ну, про вампиров порассуждай, эта тема меня мучает. Я питаю физиологическое отвращение к этой теме, мне про них неприятно читать, потому что кровь – это невкусно. Но вот, тем не менее, как это происходит? А я вот, в отличие от тебя, очень люблю вампиров. Если передо мной положить три книжки, одно про вампиров, одну, например, про чудовища, и одну детектив, я выберу книжку про вампиров. Очень люблю вампиров. Почему? Да они такие классные, они такие злобные, они всех кусают, живут ночью. Вот. Но, обрати внимание, в тучные нулевые действительно был всплеск интересов к вампирам. Вампир стал главной культурной фигурой. Вот в 90-е главной культурной фигурой был браток. В общем, понятно, почему. А вот в нулевые вдруг главным культурным героем стал вампир. Почему? Что случилось? Мне кажется, что общество выбирает культурных героев не просто так. Все дело в сути вампира. Тут я как бы сделаю небольшое отступление. Мне кажется, тут дело в гендере. Любое общество, любое государство всегда существует по мужскому гендеру. Ну, ты меня понимаешь, что мужской и женский – это нехорошее и плохое. А это так? Это просто так. Это способ наименования и не более того. А вот все общества и все государства традиционно существуют по мужскому гендеру. А Россия в нулевые начала существовать по женскому гендеру. Что значит по мужскому гендеру? Время выдвигает определенные вызовы. И на эти вызовы можно отвечать по мужскому гендеру, а можно отвечать по женскому гендеру. Мужской производитель? Не обязательно. Агрессивно. Скажем, вот вызов – власть. Ответ по мужскому гендеру – оспаривать. Ответ по женскому гендеру – любить. Вызов – коррупция. Ответ по мужскому гендеру – наказать. Ответ по женскому гендеру – простить. И Россия стала существовать по женскому гендеру. То есть она перестала создавать, она начала пользоваться рентой. То есть она жила, упрощенно говоря, вульгарно говоря, как жена олигарха. То есть ничего не производила, но была в шоколаде и в золоте. И общество, точнее массовая культура, отвечала на это понимание неправильности гендера появлением каких-то странных трансгендеров, которые превращались в поп-идолов. Вот вспомни поп-культуру тучных нулевых. Там появлялись герои, которые очень странные. Например, Витас, какой-то не человек, лесбийская тату, Верка Сердючка, Баба-мужик. Шура. Шура. И так далее. Трансгендер, да. Глюкоза, девочка-робот и так далее. То есть поп-идолы были трансгендерами. Таким образом массовая культура реагировала... Зафиксировала переход. Не переход, а неправильное существование России. Существование России в неправильном гендере. И для более высокой культуры самая лучшая культурная фигура, культурный герой вот этого неправильного гендера – это вампир. Потому что вампир, он интересный, он такой аристократичный, он ходит в жабо, он слушает Бетховена. Вот. Но это персонаж, который существует по женскому гендеру, хотя внешне – мужчина. Но он тотальный паразит. То есть он паразитирует, да. Вот, и поскольку наша страна и наше общество существовали в стратегии паразитизма, культура вывела на поверхность главного героя, трансгендера – вампира. Вот поэтому вампиры были так популярны в «Тучные нулевые». Они были и у Лукьяненко, и у Бекмамбетова, и у Пелевина. Вот, и мировая культура выдавала для нас, героев, трансгендеров, вот эти самые сумерки. Вот поэтому вампир был главным культурным героем нулевых. В десятые годы он уже сошел со сцены, уже главным культурным героем стал зомби. Вот, но я… Зомби – это воскресший покойник. Да, но это тоже отдельный разговор. Но мы в этом живем. Я брал вампира не потому, что это культурный герой, а потому, что я люблю вампиров. Но ты не из этой породы абсолютно. Не из вампирской? Да. Ну, конечно. Ты все-таки производишь некоторые ценности, да? Слушай, как тебе кажется, Путин – это Юлиан Отступник? То есть временный заход на эту территорию? Или он и есть возвращение к настоящей подлинной России? Мне не нравится находить аналогии, потому что они приводят к ложным выводам. Я не думаю, что Путину есть какая-то уж такая прямая аналогия в российской истории. Кто такой Путин, мы примерно, интуитивно понимаем. Николай? Какой Николай Первый? Первый, конечно. Да нет. Нет? Почему? Нет, конечно, нет. Почему? У Николая Первого была реально жесткая рука. Пушкин назвал Николая Первого умнейшим человеком своей эпохи. А что писал о Николае Первом? Маркиз де Кюстин, который был очень плохо настроен к нему, но, тем не менее, написал очень уважительно. Я не думаю, что по отношению к Путину возможны такие тексты и такие отношения. Мне кажется, что… К Путину нет аналогии. Вот, но мне кажется, что в каком-то смысле, в каком-то… Это действительно возвращение к истинной России, вот к этой ее хтонической природе, когда ничего не хочется делать, когда вот пусть нами руководят, да пусть у нас все украдут, а нам ничего не надо. Это… Но это не Урал. Но это не вся Россия. Не вся Россия такая. То есть урализация России способствовала бы ей много украшений? Урал, скорее, это Ельцин. Не только потому, что он родом из Екатеринбурга. Нет, потому что это фигура такого, может. Это фигура, порожденная уральским пониманием истории. Припомни книги, которые ты читал с наиболее жгучим интересом. В последнее время это только нон-фикшн. А вот эта экспансия нон-фикшна, с чем она связана? С тем, что литература не может рассказывать о современной жизни адекватно. А фэнтези тоже экспансия? Это жанр обреченный быть идиотским или у него есть перспективы? Я не стал бы называть фэнтези идиотским жанром, хотя очень хочется. Очень хочется. Но мне кажется, что жанр фэнтези обрел такую бешеную популярность далеко не случайно. Я вот в детстве, в молодости был страшным фанатом фантастики. Причем той фантастики, которая сейчас называется science-фикшн. То есть научная фантастика. А я и остался? Я не остался в силу того, что фантастика очень сильно изменилась. Но это другой разговор. Но я из фантастики ушел, а потом через некоторое время, лет через пять, то есть в середине 90-х, концу 90-х, вдруг эта фантастика выродилась. Вдруг она была заменена фэнтези. То есть, если, например, в моей молодости дети мечтали о полетах к звездам, о сражениях с инопланетными чудовищами, о путешествиях во времени, о каких-то там удивительных машинах, то потом для подростков предпочтительнее стали мечи, драконы, заклятия, какие-то там волшебные миры и так далее. Почему так случилось? Почему человечество поменяло формат своей мечты? Потому что фантастика – это все равно некое отражение формата мечты. Мечты, конечно. Потому что изменилась техносфера, потому что изменился мир, в котором мы живем. Мир стал компьютерным. И вот простой человек, обыватель, он понимает, как работает обычная техника, как работает бульдозер, как работает мясорубка, как работает самолет. Ну, в общих чертах понимает. Но как работает айфон, он уже не понимает. И для него, для обычного читателя, для обывателя, айфон превращается в волшебную вещь. Магический артефакт. Магический артефакт, да. Ну и, соответственно, вся техносфера – это уже волшебный мир, в котором живет современный обыватель. А волшебному миру соответствует фэнтези, а не научная фантастика. Наш общий друг Миша Успенский говорил, что роль любви в жизни сильно преувеличена. Что, скажем, хороший обет и в плане удовольствия, и в плане метафизики дает человеку гораздо больше. Нет ли у тебя такого ощущения? Ну, знаешь, Дим, если судить по вашей с Успенским комплекцией, то, наверное, да. Ты тоже не худыш. Нет. Ну, в принципе… Видимо, у меня любовь отходит на второй план. Ну, объективно говоря, у тебя же, кстати, всегда у меня было ощущение, что любовь твоих героев интересует во вторую очередь. Ну, в принципе, да. Я, поскольку человек, скажем так, уральской идентичности, рабочий, горнозаводской идентичности, для меня дело важнее любви. Ну, это мое личное и региональное, а не общезначимое. Возвращаясь к горнозаводской идентичности, Бажов, ясно же, что не собирал свои сказы. Это было… А вот не согласен с тобой, Дима. Я читал или слушал, уж не помню твою статью про Бажова. Ну, нет, неправильно ты говоришь. То есть это все-таки фольклор? Бажов собирал фольклору, он даже выдвигал теорию, что существует некий институт горнозаводских стариков, которого потом уже не стало. Бажов все это дело записывал в тетради. Они были потеряны во время Гражданской войны. Бажов находился в тесном контакте с таким историком Лунеговым, который заведовал Черненским музеем и как раз занимался вот этим самым звериным стилем. Бажов все это отлично понимал. Может быть, не на уровне профессионального искусствоведа, но интуитивно. И он знал, что он пишет, в первую очередь опираясь на сознание вот это региональное, где смешалось и языческое, и православное, и индустриальное, и доиндустриальное. Ну, если так, то еще лучше. Я просто хочу понять, почему в 30-е годы на первый план выходит фигура мастера. Вот появляются два великих романа о мастерах. Мастер Маргарита и хозяйка Медной горы. С чем это связано? Это не равноположные вещи. То, что у Бажова выходит, это связано исключительно, ну, не исключительно, скажем так, на 75% с обстоятельствами его личной жизни. Бажов был в 37-м году подвергнут репрессиям. Мы его там изгнали с работы, из союза писателей, из партии. Потом вернули. Да. Его собирались арестовать. И вот он сидел в своем домике, который сейчас в музее Бажова, и понимал, что там через полгода-год его жизнь закончится. И он хотел оставить главные впечатления о своей жизни. И он начал писать эти сказы. До 37-го года он этих сказов не писал. И даже не задумывался о том, что это может быть важно. Он как бы выплеснул перед смертью то, что для него было важно. И это оказалось общезначимым. А то, что писал Булгаков, он писал про художника в том мире, в котором он жил. Бажов не описывал того мира, в котором он жил. И Булгаков не выплеснул это на публику. Этот роман остался в столе у Булгакова. То есть, на первый взгляд, да, и там мастер, и тут мастер, но это совершенно разные мастера. Это, знаешь, сходство между войной и миром, и войной миров. Совершенно... Знаешь, в чем сходство? Сходство в том, что совесть ушла, а профессия осталась. Это идея этого нового романа, но я с тобой не согласен. Ты не согласен, что в 30-е годы совесть была неактуальна? Нет, в 30-е годы, быть может, да, но сейчас и вообще это не так. Вместо совести у человека появляется профессия. Перед ней он не может согрешить, понимаешь? Зачастую, да, потому что профессия опирается на законы природы, а если ты согрешишь перед законами природы, ты проиграешь. Кстати, мастер обречен уходить в гору, в конце концов, потому что ясно, что Даниле с людьми не жить, это очевидно. Понимаешь, Бажов писал не про трагедию и даже не про драму мастера. Он писал про совершенно иные вещи. Он писал о том, что творчество является природной силой и подчиняется законам природы. Вот если бы мастер не ушел в гору, он бы перестал быть мастером. А Бажовский мастер – это экзистенциальная фигура, а не социальная. Экзистенциальная. Что требуется от человека, чтобы стать мастером, условно говоря? Требуется слышать землю. Во всяком случае, на Урале. В чем вообще особенность уральские? Метафизики, мифологии, всей этой огневушки, проскакушки, условно говоря? В том, что в основе всего лежит концепт труда. Труд – это та идея, которая структурирует вокруг себя всю жизнь. И идеологическую, и культурную, и социальную, и административную, и какую угодно. То есть труд является всем. Он является способом самореализации человека, он является наградой, он является наказанием, он является отдыхом, он является каторгой, привычным образом жизни и так далее. А тебе не кажется, что труд – это вообще первородное проклятие, что лучше без него? В поте лица своего и так далее? Ну… Не надо обобщать. Вот в чем разница между тоталитаризмом и анархией, и, скажем так, демократией и свободой? В том, что при свободе множество разных иерархий, человек может выбирать ту иерархию, в которой ему комфортно, в которой он может занять статусные позиции. При тоталитаризме иерархия только одна. А при анархии, при хаосе иерархии нет вообще. Так вот, при демократии, при свободе иерархии много. Если для тебя труд – не главная ценность, пожалуйста, выбирай другую иерархию. Общественная борьба, дети, все что угодно. Конечно, да. Хочешь – кривляйся, хочешь – борись за общественные права, хочешь – занимайся трудом, хочешь – любовью, чем угодно. Любовью, да. Одно другого не исключает. Постиндустриальное не исключает индустриального, и ценность труда не отменяет все остальные ценности. Просто кто-то в силу каких-то причин выбирает для себя эту ценность главной, а кто-то выберет другую ценность. Ну и что? Все они равнозначны. Но если бы у тебя появилась возможность не работать, ты продолжал бы работать? Слушай, Дима, у меня есть возможность не работать. И ты все-таки пишешь? Конечно. Я с 2003 года не хожу на работу и не беру никаких заказов. Нет, я имею в виду, у тебя есть возможность не писать. Представь себе. Себя кормят уже написанное. Ты продолжал бы? Конечно. Это же форма существования моей личности. Я не могу не существовать. А почему эта форма существования? Что ты делаешь в это время, когда ты пишешь? Ты думаешь таким образом. Ты понимаешь, ты бежишь от страха смерти таким образом. Ну вот я считаю, что я правильно сформулировал. Творчество, если говорить так, выспленно. Хотя я очень не люблю о себе говорить выспленно. Да, это нельзя. Но все-таки. Тем не менее. Это действительно форма существования личности. Потому что каждая личность существует в своем формате. Для кого-то, например, это борьба. И этот человек борется везде. Он борется дома с женой. Он борется с детьми. На улицах, да. Он борется с коллегами на остановке. Он борется сам собой, когда заставляет себя бегать по утрам. Борьба для него – форма существования личности. Для кого-то форма существования личности – воровство. Вот он тырит везде, где только можно. И это творческая форма по-своему? Нет. Ну, какая творческая форма – воровство? Ну, вор в сказке – артистическая фигура все-таки. Нет? Художник не может. Ну, это и есть такая фигура в культуре. Вор, плут и так далее. Трикстер, да. Вот, ну, воровство может быть формой творческой деятельности, но только в определенных условиях и в определенном формате. Не вообще. То есть ты хочешь сказать, что, не знаю, наши чиновники, которые потырили полстраны, они занимались творческим делом? Ну, они тривиальные воры. Они тырили то, к чему имели доступ. А вот быть карманником или разводилой, или вот… Ну, Остапом Бендером. Бендером. Это уже эстетика. Я не разбойник и не апостол. Да. Вы оцените красоту игры. Да. Но это все было ушедшее, к сожалению. Красоту игры среднего заведующего оценить возможно. Что нас может ожидать? Война или… Ну, вообще, война возможно ли еще в современном мире? В современном мире, да, возможно. Но я думаю, что это войны локальные. И они, разумеется, будут. Третья мировая, я думаю, невозможно. Исключено, да? Ну, нельзя говорить «исключено», но я думаю, что невозможно. Ну, то есть Сахаров вот проблему снял. Он сделал такую бомбу, что война стала глобальной и невозможной. Я думаю, что не только Сахаров, но многие другие, начиная с Оппенгеймера. Вот. Но, тем не менее, человеческий разум дозрел до того, что Третьей мировой не будет. Будут локальные конфликты и, как правило, кратковременные. Может быть, даже локальные с применением ядерного оружия, но, тем не менее, не мировая. А виртуально это не станет никогда? В смысле? Ну, то есть уход войны полностью виртуал. Да нет. Человеческая природа такова, что война, к сожалению, еще очень долго будет нам сопутствовать. Это хорошо или плохо? Ну, конечно, это плохо. Можно, конечно, пуститься в рассуждение о том, что нехорошо менять природу человека, трали-вали, но все равно это плохо. Ты понимаешь, вот вечный вопрос. Почему с Германией, страной не самой глупой и не самой бескультурной, в 30-е годы случилось вот такое? Потому что, когда ты описываешь концлагерь, видно, что это просто вызывает у тебя дрожь, омерзение. Это, кстати, лучшая страница в книге, мне кажется. Почему с немцами такое произошло? И расширило ли это наше представление о человеческой природе? В какой-то степени, я думаю, расширило, но именно о природе человечества, а не человека. Что человек, может быть, последний скотина мы знали уже давным-давно, еще даже, до библейских времен. Нет, ну что в таком масштабе. Ну, вот, а в социальном смысле, да, что, оказывается, и государства могут быть подонками. А почему с немцами случилось? Ну, понимаешь, я сейчас буду транслировать мнение историков, потому что сам я не историк. Вот, нужно ли это? Ну, всему причина... Ну, ты за это взялся. Первая мировая война. Что Первую мировую войну Германия проиграла, и причем, скажем так, проиграла несправедливо в силу внутренних причин, а не в силу своей слабости. Вот Веймар, этот Версальский мир был совершенно несправедлив по отношению к немцам. У немцев там накапливалась энергия протеста, реванш и так далее. Как говорил Станислав Ежелец, если я не ошибаюсь, без каждого безвыходного положения есть один прямой, понятный всем и доступный для всех неправильный выход. Да. Вот Германия нашла этот неправильный выход. А почему человек так легко ловится на ресентимент, на реванш? Ну, мы же это наблюдаем сейчас. Почему это? Мы живем уже в протофашизме. Почему это так легко сделать? Найти врага, начать истреблять его внутри. Почему немедленно начинаются превращения во врагов всего внешнего мира? Ну, неужели эта нехитрая, в общем, пружина будет срабатывать универсально? Есть как минимум три объяснения. Первое – от Юнга, что комплексы, которые надо каким-то образом компенсировать, что личные, что государственные. Вторая причина, скажем так, философская, просто человеческая глупость. Невозможность заглянуть вперед и увидеть последствия от своих шагов. Чем это кончится просто? А третье объяснение – это корысть. Чем это кончится? Ну, катастрофой. Если не будет остановлено вовремя, это кончится катастрофой. Чем обычно и кончается. Да. Но Россия же непобедима, поэтому это может и не кончиться катастрофой. Вот в чем проблема. Россию нельзя победить извне, но изнутри она может уснуть. Она падала очень многократно, да. Вот тоже вечная проблема. Ты много говоришь об экспансии сериала как жанра. А я не могу их смотреть, да. Что они имеют конца, не имеют смысла. Говорил Лутман, мне кажется, что великих сериалов, кроме «Твинпикса», так и не появилось. Этот жанр имеет перспективу или он тоже канет? Этот жанр не просто имеет перспективу. Это сейчас основной жанр в кинематографе, куда уходят лучшие силы, и который привлекает и максимум финансирования, и максимум общественного интереса. Но мало того, жанр драматического сериала формирует сейчас новый нарратив, который является языком нового современного романа. Что это за нарратив? Ну, современный роман пишется таким образом, точнее, на тех же основаниях, на которых создается сценарий для драматического сериала. То есть арки? Ну, мне вот это не нравится. Мне кажется, что это все вот это обучение, как написать сценарий, мне кажется, это чушь. Но, тем не менее, современный сериал – это современный роман. Но они все плохие, нет? Почему? С чего ты взял это вкусовое, во-первых, определение? Во-вторых, ты же сам сказал, что я не смотрел. Нет, я пытался смотреть. Есть великие сериалы. Например? Есть «Игра престолов», «Клан Сопрано», «Подпольная империя», «Во все тяжкие», «Карточный домик». Я могу перечислять еще очень долго. Ты можешь смотреть вот этот сам «Клан Сопрано», бог с ним, я давно его не пересматривал, но ты можешь смотреть «Песня льда и пламени», вот эту «Игру престолов». Конечно. И тебе это интересно? Очень. Это интересно половине земного шара. Почему? Почему это интересно? Ведь это колбаса, понимаешь? Вот одинаковая на всем протяжении, нет? Слушай, в таком случае и Шекспир – колбаса, потому что это абсолютно шекспировский контекст. Но у Шекспира каждая драма отличается от другой. И здесь тоже. Еще я не вижу стилистических различий, я не вижу. И потом… В таком случае надо говорить конкретно, там же огромное количество персонажей и историй. Вот мы взяли так все и обобщили. Ну, это же, понимаешь, история Ланкастров и Йорков плюс драконы. Это весь рецепт, нет? Да нет, не надо так упрощать. А что там? У каждого героя свой сюжет и своя драма. И далеко не все герои, скажем так, свою драму довели до финала. В этом драматургический недостаток. Вот. Но, тем не менее, практически у каждого эта драма заявлена. И эти драмы не соответствуют драме соседа. Это разные драмы. Ну, дай бог, может быть, я когда-нибудь проникнусь. На каком материале сериал получается удачнее всего? На историческом, семейном, криминальном, как ты скажешь? Есть примеры всего. Всего? Конечно. А ты их смотришь? Да. Можешь назвать любимые, кроме «Игры престолов»? «Подпольная империя». Что это такое? Я не знаю его, расскажи. Это сериал о криминальном деятеле 20-х годов в Америке. Реальном? Реальном. Ну, конечно, сериальный герой очень сильно отличается от своего реального прототипа. Звали его Наки Томпсон. Он был руководителем города Атлантик-Сити и занимался коррупцией во времена бутлегерства и сухого закона. Как закон американский превратил, точнее создал американскую мафию. Ну, в принципе, американский образ жизни. Как он меняет души людей, как себя люди ведут под этим гнетом, какой жизненный путь они выбирают. Не могу понять, почему людям это интересно. Ну, Бог с ним. Да, Дим, хорошо, не смотри «Игры престолов», говорю. Не смотри «Подпольную империю», смотри «Аббатство Даунтон». Великолепнейший сериал про то, как о аристократии найти место в 20-м веке. Ну, соответственно, в 21-м. Слушай, ну… Или корону, например. Это к моей жизни настолько не имеет отношения. Ну, Бог с ним. Ты знаешь, вот посмотри, и ты обнаружишь, что, оказывается, имеет. Имеет, да. Вот ты, скажем так, аристократ духа. Ты писатель. Ты общественный деятель, лидер. Вот. Как найти место в социальном мире, к которому ты… Потому что проблема, как не сесть, а не как найти место. Ну да, конечно, конечно. Ты понимаешь, блин, ну… Это ты начал, так сказать, кокетничать и уводить раз в сторону. Я абсолютно не кокетничаю. Я ей серьезно это говорю. Ты понимаешь, вот я… Когда вот Борис Стругацкий говорил, я бы любил фэнтези, если бы это как-то входило в зацепление, как-то корреспондировало с моей ежедневной реальностью. Ну вот это настолько… Аббатский Даунтон – это двадцатый век, там, сейчас, да? Ну, бог с тобой, может быть, я погляжу. Теперь важная проблема… Понимаешь, Дим, вот этот контакт с реальностью, он же не всегда прямой, он не всегда лобовой. А способов контакта существует очень много. И фэнтези тоже входит в контакт с реальностью. Вот таким образом, про который я уже говорил. Что фэнтези описывает мир обывателя. Мир, населенный драконами, волшебными артефактами и так далее. Этих драконов мы называем, там, не знаю, компьютерами, айфонами и так далее. Вот тебе и контакт с реальностью. Человек, который считает, что мир устроен вот таким образом, он, например, считает, что и история устроена примерно таким же образом. Что, например, художник может повлиять на историю, как может повлиять на историю волшебник. Поэтому к художнику надо относиться как к волшебнику. Убить его, например. Хотя в реальности мы понимаем, что художник не может повлиять на историю. Если у человека мышление вот такое мифологическое, фэнтезийное, то его социальное поведение тоже отличается от поведения здравомыслящего человека. То есть эти жанры все равно имеют контакт с реальностью. У нас, вот, честно, на интуитивном уровне, что скорее ожидает? Диктатура уже совершенно беспримечная или смута? Очень не хочется делать прогнозы, потому что все равно промахнешься. Ну, пока мне кажется, что нас ожидает попытка диктатуры, которая будет соседствовать с невнятной смутой. То есть будет все одновременно. То есть на некоторой части России все-таки будет дикое поле? Оно и сейчас, оно и будет в ближайшем будущем. Расслаивается. Оно даже в советское время было. В советское время оно было только в тайге, я думаю. Ну, тайга занимает 9 десятых территорий нашей страны. Да, под этой коркой очень много всего шевелится. Это густо населенная территория. Пойдешь туда – таежный тупик, пойдешь сюда – гражданская война. Кстати, вот Шолохов говорил, что гражданская война так и не заканчивалась. У тебя есть такое ощущение? Есть такое ощущение. Шолохов создал замечательную метафору. Он говорил, что гражданская война – это не война с белыми и красными. А каждый человек в душе своей немножко белый и немножко красный. Поэтому гражданская война идет в душе человека. Мы по-прежнему немножко белые, немножко красные. Мы по-прежнему немножко верим в Бога и читаем гороскопы. По-прежнему мы хотим свободы под твердой рукой. Ну вот, кстати, ты сейчас пишешь про 18-й год. У тебя нет ощущения, что это было такое самоубийство нации на почве разочарования в революции? Революция не получилась, это было видно. И вот началось такое с отчаяния резня, нет? Я пишу несколько в другом ключе. Я пишу о том, что… Мне даже как-то трудно сформулировать. О том, что нацию вынуждали быть то красной, то белой, хотя она не была ни той, ни другой. Но при любой роли она платила кровью. Хотя она не собиралась этого делать. Кроме того, я пишу о том, что была разрушена великая страна. Великая, скажем, страна в инженерном и предпринимательском смысле. Какая сложная была инженерная жизнь в то время, какие великие инженеры работали. И какая сложная и богатая и перспективная была предпринимательская жизнь. Я знаю, что ты объявил русское купечество провалившимся явлением. Не я объявил о Горьке, но я солидарен. В этом смысле я категорически не согласен ни с тобой, ни с Горьким. Мне кажется, дореволюционная Россия породила два великих культурных проекта. Это культурный проект русского купечества и культурный проект русской интеллигенции. Интеллигенция худо-бедно осталась при советском времени. Купечество, разумеется, было уничтожено. Но если посмотреть на провинциальную Россию, то, чем она жила все советские годы, это было то, что создано купечеством. Вот на протяжении семидесяти лет она продолжала питаться вот этими самыми соками. Ты понимаешь, я бы согласился, но ведь купец не создает, а посредничает, нет? Не, не скажи. Все-таки создает? Конечно. Логистика – это определенный продукт, который создается, который не является просто посредничеством. Ну вот в одном я готов согласиться, что русское Поволжье погибло из революции, оно стало бы Чикаго, оно уже было Чикаго. Ты знаешь, Чикаго было бы не только русское Поволжье. И я вот в какие города не приезжаю, мне все говорят, что наш город называли, значит, русским Чикаго. Новосибирск называли русским Чикаго. Новосибирск, да. Челябинск называли русским Чикаго. Самару, да. Самару называли. Например, какой-нибудь сейчас полувымерший поселок золотоискателей Качкарь, он был бы русским Санта-Фе. Потому что там было все то же самое, что и в Санта-Фе. Или в какой-нибудь там баланс закрыть. Ну, Россия не обречена же быть ресурсной все-таки? Не обречена. Ты же сам говоришь, изобретательская экспансия тоже безумна эта страна. Конечно, конечно. Технически. Инженер Гарин – главная фигура первой половины века. Он появился не на пустом месте. А куда он делся? Он эмигрировал весь? Ну, инженер Гарин появился до революции. После революции такого инженера быть не могло. Были какие-нибудь, не знаю… Ну, он в шарашке сидел. Циолковский и Александр, но они ничего не могли создать. Потому что у них не было ни ресурса, ни уважения, ни понимания государством перспективности их разработок. А до революции были, не знаю, там, Шухов, Менделеев, Павлов. А равнозначных фигур революция не породила. Нет, она их породила, но они сидели в закрытых ли, там, Поликарпов, там, Господи, Яковлев… Ну, они сидели, Дима, уже там, середины 30-х. А все 20-е годы они бездействовали. Грум Гажимайла был, в общем, вот, выжат наизнанку. А это человек, который создал революционную теорию металлургии. Он создал законы движения пламени. И что с ним сделала светская власть? А Шухов, который был приговорен к расстрелу за то, что при строительстве Шаболовской башни погибло несколько рабочих. Шухов ли в этом виноват? Нет, конечно, но он, по-моему, выжил. Все-таки они отменили. Ну, там, отменили, там, отложили. Обошлось, да, обошлось. Слушай, вот тебе будет в будущем году, как я понимаю, полтинник или в этом уже? В этом. В этом. Уже был, точнее. Как уже был? В прошлом. Конгресс, да. Какие ощущения? Да как? Плачевные ощущения. Почему я такой старый? Почему так быстро бежит время? Не хочу. А у тебя есть ощущения, что быстро все-таки? Есть. А на процессе письма это стало как-то складываться? Стал писать дольше. Вот это я тоже заметил. Раньше я мог 6 часов подряд писать, а сейчас 2-3. С чем это связано? Это старение или просто стало больше сил уходить на процесс? Он стал лучше? Мне кажется, что я просто стал более серьезно к этому относиться. В молодости это легко и приятно, да. А сейчас это мучительно. Нет, это не мучительно, но это работа, требующая больших трудозатрат, нежели в молодости. Да. Но в утешении могу сказать, что, по мнению того же Тругацкого, писатель от Графомана отличает то, что писатель не получает такого удовольствия от процесса. Только и замечательно. Слушай, когда я читал не Настя, которая мне грешным делом кажется твоей главной удачей, мне казалось, что с наибольшим наслаждением там написано Гоа. Индийская вообще часть. Не знаю, как прокомментировать. У тебя нет желания написать что-нибудь гриновское в вымышленном пространстве? Ну вот там счастье. Понимаешь, там герои туда попадают, а он попадает в миф. И блаженство чистое. Вот там описание этих лесов безумных, этого пляжа, океана. Мне кажется, что это было бы очень хорошо. Я очень оскорблю по гриновской линии. Идти по дороге Грина мне не хочется, но описывать сочную цветистую фактуру я очень люблю. Гоа – это, разумеется, сочная и цветистая фактура. Ну и тайга тоже сочная и цветистая фактура. Пусть это прозвучит не скромно, но так, как я описал путешествие епископа по тайге в финале Табола, никто так тайгу не описывал, чтобы тайгу можно было читать как некую мистическую книгу. Я очень горжусь этим описанием, и оно доставило мне не меньшее наслаждение, нежели описание Гоа. Слушай, вот этот Серега – афганец. Фигура, насколько я понимаю, реальная, вполне. То есть просто взятая из жизни. Скажем так, взяты события конкретного человека, Владимира Лебедева. Но я не знаю, какой он был человек, какой он был по характеру, какой он был по идеологии. Вот ты вот так придумал, да. Образ придуман, события. Вот хотелось бы мне понять, их всех перебили в 90-е или кое-кто жив? Кое-кто жив, но они уже не имеют ни того общественного значения, ни социальной роли. Ну вот, например, Ройзман, он же из тех же пассионариев 90-х годов, но сейчас он на отшибе жизни. Как сказать? Ну, можно другие фигуры выдвигать, например, там, не знаю, Каледа. Я пользуюсь, так сказать, Екатеринбургским пантеоном, потому что это мне ближе. Скажи, а почему афганцы не стали сколько-нибудь значительной силы? Потому что они базировались на вымышленной ценности, на ценности, которые не существуют, на фейке, на военном братстве, на афганском братстве. На фейке невозможно построить что-то жизнеспособное. Но был ли это фейк? А разве нет? Мне кажется, общий опыт, общий опыт смерти, убийства, нет? Общий опыт можно использовать как и во благо, так и во зло. С общим опытом можно быть и ментом, и бандитом. То есть это никого не объединяет. Но расслоение, понимаешь, мне кажется, их погубило расслоение. Пока они не начали делиться, условно говоря, на этих Серег, на Ликолетовых и на вот этого вот водилу, все было хорошо. Ну да, согласен в этом смысле. Что пока была идея социальной справедливости или какой-то социальной компенсации, тогда это сообщество было жизнеспособным. Как только речь пошла уже о личном обогащении, не об обогащении своей социальной страты, а о личном обогащении, то тогда все и закончилось. 90-е годы для тебя как окрашены? Хотя я знаю, что ты бедствовал. Ну и все бедствовали, в общем. Ну, я 90-е вспоминаю легко. Я помню, как мне тогда было плохо, но я не держу на них зла. Но зато было весело, с другой стороны. Да, то, что было весело, это уж точно. Такие вещи творили, которые сейчас сложно даже вообразить, как можно было все это делать. Например? Ну, например, вот я водил в походы трудных подростков, как я мог вот так к ним относиться? Если бы я сейчас так относился, меня бы не только с работы выгнали, меня быть может быть даже и посадили бы. Слушай, а лет двадцать уже у тебя хочу спросить. Вот эти полуграмотные вставки в земле сортировочной, кому принадлежат? Кто это пишет? Повествователь или… Это такой обобщенный и я, и повествователь. То есть повествователь, к которому я отношусь иронично и с любовью. Я могу вообще сказать, что изначально вся эта повесть была написана таким. Была написана таким. Но я понял, что это невыносимо читать. Да. И сделал нормальную речь, оставил только по скриптуму. Да, они очень смешные. У тебя нет ностальгии по этой вещи? Тебе не хочешь написать что-нибудь там детское? Ну, «Дом скитальцев 2», условно говоря. Ну, это вообще есть пародия на «Главный полдень» Миррера. А «Главный полдень» – это часть «Дома скитальцев». Нет, у меня нет желания переписать или написать часть номер два. Но я считаю, что эта сюжетная идея страшно плодотворна. И в этом ключе можно придумывать сюжеты про любую эпоху. И про нашу, и про тучные нулевые. Вот это такой ключ, который открывает все замки. Если бы ты оказался во власти, у тебя есть какой-то проект действий? Или ты совершенно закрыл для себя эту возможность? Я не знаю. У меня, конечно, есть представление о том, что надо сделать. Но я считаю, что мне идти во власть неправильно. У меня есть хорошая отговорка, я её уже давно придумал, что я не могу идти во власть, потому что я слишком быстро проворуюсь. А что бы ты сделал? Ну, не знаю. В первую очередь объявил бы свободу. А есть шанс, что опять… Как инструментально это сделать, я не знаю. Но инструментально это сделается. Её достаточно объявить, а то очень легко. Есть надежда, что космический проект какой-нибудь ещё будет опять занимать людей? Что вернутся в этом смысле лучшие годы советской фантастики? Мне кажется, что надежда есть, но этот космический проект будет не российским. Ну, масковский, да? Да, конечно. Маск – шарлатан или гений? Маск, безусловно, гений. Вот обрати внимание, Дима, что ещё, например, десять лет назад главный научный ньюсмейкер в мире был Стив Джобс. Каждый новый айфон, смартфон, гаджет… Событием. А сейчас главным ньюсмейкером стал Илон Маск. Мне кажется, это означает смену парадигмы. Ну, дело вовсе не в том, что Джобс умер, а в том, что люди наигрались вот в этот виртуал, наигрались в гаджеты. Они поворачиваются лицом к реальной жизни. А реальная жизнь – это космические полёты. Слава Богу. Я тоже так думаю. Да, слава Богу. Я не знаю, есть ли у тебя дети, но если есть, они в какой-то степени повторяют твой путь или занимаются чём-то совсем другим? Нет, занимается моя дочь совсем другим, и ни в коем случае мой путь не повторяет. А чем она занимается? Она юрист. Ей нравится? Ну, вроде бы, да. Она такой модерновый юрист, она занимается… Господи, как это слово-то… Никак не могу запомнить. Не медиевистика, а… Медиевистика лучше. Нет. Медиевистика – это что-то там с Востоком связанное. В общем, она занимается урегулированием споров до суда. Это хорошее, доброе дело. Но, знаешь, считается, я считаю, что дети реализуют наши тайные мечты. Вот я мечтал о кино, у меня старший сыном занимается. У тебя как это? Нет, не думаю. Я вообще со своими мечтами к своим близким не лезу. А я лезу. Скажи мне, твоя нынешняя жизнь хоть сколько-нибудь похожа на то, что ты хотел в детстве, в молодости? Она похожа в том смысле, что я действительно стал писателем. Я вот что-нибудь напишу, и у меня сразу книжка выходит, и я встречаюсь с читателями. Но мои детские представления о писательстве совсем не совпадают с моей нынешней реальностью. Потому что в детстве, когда я захотел стать писателем, писатели жили совсем не так. Писатели дружили друг с другом, обменивались какими-то творческими планами, обсуждали произведения друг друга, встречались, умеренно выпивали, ездили по всяким стройкам на БАМ, на Байконур и так далее. Они пользовались абсолютным авторитетом в обществе. Это была такая фигура даже, может быть, сакральная. А сейчас ничего этого нет. Ты понимаешь, вот минус поездки на БАМ – я так и живу. Встречаюсь, обсуждаю творческие планы, умеренно выпиваю. Ну, не выпиваю, просто я с этим завязал. Но вообще там всё похоже. Поэтому я так люблю советские. Слушай, есть такая фраза, что человек обо всём говорит, о многом с интересом, но только о себе с наслаждением. Я заметил, что ты о себе говоришь без всякого удовольствия. О других вещах с интересом большим. Значит ли это, что ты для себя какая-то травма или это особый род скромности? Это я тщательно прячу свое удовольствие от разговора о себе. Слушай, что тебе нужно сделать, чтобы победить прокрастинацию и начать писать? Вот я обычно всё-таки час раскладываю по сеансу, потом сажусь писать. А прокрастинация – это что такое? Это когда ты знаешь, что надо что-то сделать, но не делаешь этого. Ну, я не могу сказать, что я уж такой волевой пав, как Арчагин, там выплюнул сигарету и сказал, я больше не курю. И меня тоже прокрастинация достаёт. Я, скажем так, разжимаю этот кулак по пальцу. Сначала я включаю компьютер. Ну, раз я включил, я должен сесть за него. Вот хорошо, я сел, но мне неохота. Я поиграл в Тетрис. Ну, вроде как бы всё, руки на клавиатуре, я уже в деле. Вот, уже близко. Хорошо, дальше я там лезу в интернет, что-нибудь посмотреть по тому материалу, на основе которого я пишу. Ну и всё, вот так вот я себя потихонечку, полигонечку, по ниточке подтянул к работе. Правильно, да. Тебе нужен редактор? Нет, нет. А мне нужен. На какое животное ты похож? Не знаю, на коня. Впрягли и пашет. Лёш, напоследок, твоё представление о русском национальном характере. Его нет. Слава тебе, Господи. Увидимся, пока. Лёш. Продолжение следует...